Начинаем. Приготовьтесь, соберитесь, приготовьте карандаши, ручки, телефоны для скриншотов. Посмотрите, пожалуйста, на эту картинку. Это картридж. Вы невооруженным глазом никогда не увидите, как двигаются иголочки в картридже. Вчера использовала этот картридж. Это был ужный картридж. Слишком быстрая скорость. Посмотрите, пожалуйста, сейчас на видео. Увидеть невооруженным взглядом, невооруженным глазом невозможно, как двигаются иголочки в картридже. Просто невозможно. Вот это вот замедленная съемка. Вот то, что вы сейчас видите, это очень замедленная съемка, снятая через большую линзу. На скорости 8 в среднем. Это средняя величина, то, что я вам сейчас говорю. На скорости 8000 оборотов на коже создается 1360 микроканалов в секунду. Микроканалов в секунду. Это я сейчас не преувеличиваю. Скорость можно выставлять от первой до шестой на дермапенах. И как вы думаете, посчитайте, кто быстро считает, сколько микроканалов создается за 10 минут? Сколько микроканалов за 10 минут? Вот при вот этих вот входных данных. Кто посчитает, напишите, пожалуйста, в чат. Потому что я считаю плохо. И следующий у меня к вам вопрос. Как вы думаете, классическая мезотерапия, вот когда мы классическую мезотерапию проводим, то есть в руке шприц, одна иголочка, сколько микропроколов вот таких вот создаст рука косметолога на лице? Посчитали? У нас на самом деле быстро считают достаточно. Юлия, ваша ирония, конечно. Народ считает очень быстро. Вы, может, не поверите. Вот, пожалуйста, смотрите. 81 600, между прочим. Я тоже плохо считаю. А кто-то считает очень быстро. И молодцы, мы все разные. Так вот, рука косметолога, который колет, делает классическую мезотерапию, никогда не создаст такое количество микропроколов. Никогда. Я когда вот эту вот методику обнаружила, очень давно, лет 15 назад, по-моему, да, если не больше, она на самом деле в 86 году появилась. Так вот, когда я эту методику обнаружила, у меня просто какая-то эйфория была. Я думала, да ладно. То есть, когда мы колем параорбитальную зону, да, можно вообще не париться по поводу синяков, петей, да, можно просто выставить нужную длину. И все. И сидеть, работать, не боясь, что рука дрогнула, иголка ушла глубже, сосуд, гематомы, ну и все дела. Вы понимаете, наверное, о чем я говорю. Кто у нас, кстати, классической мезотерапией занимается? Поставьте плюсы. Если вы занимаетесь классической мезотерапией. Что такое фракционная мезотерапия? Или микронидлинг, или нанонидлинг, или микроперфорация курса. То есть, названий очень много. Какое название вы встречали у себя в стране? Так, вижу, что классическая мезотерапия. Нет, вот хороший вопрос. Это ни в коем случае не взаимоисключающие методы. Один другой не заменит. То есть, что-то вы делаете. Например, липолитики вы колете классической мезотерапией. Фракционкой вы не сделаете липолитики. Это бессмысленно. Поэтому, как бы, вы можете работать и тем, и другим. Но по-разному. Очень по-разному. Фракционная мезотерапия или микронидлинг. Что это такое? Это, во-первых, коллагенно-индуцирующая терапия. Техника КИД или техника СИД, соответственно. И это процедура, которая направлена на улучшение состояния кожи и коррекцию косметических дефектов. Это микроперфорация кожи. То есть, мы с вами буквально за несколько минут создаём очень большое количество микроканалов на поверхности кожи лица. И сейчас вот здесь вот на видео вы видите, какое количество вот этих вот всяких разных машинок. Вот здесь вот в этом ряду, который вы сейчас видите на экране, это дермопены. Но машинка для фракционной мезотерапии, вот у меня тоже в руках дермопен, она может быть совершенно разной. Тут тоже включается маркетинг. Назвать её можно по-разному. Так, Наталья тут пишет. Вы можете прочитать. Я не буду сейчас это читать, потому что я тороплюсь. Наташа, спасибо. Наташа моя ученица. Официальных ли политиков в России нет. Валерия, мы сейчас не будем это даже обсуждать. Если мы сейчас уйдём, скажем, в обсуждение препаратов для классической мезотерапии, которые зарегистрированы как лосьоны и так далее, и так далее, мы надолго остановимся на этой теме. Вы с точки зрения закона совершенно не защищены, когда вы работаете классической мезотерапией. Потому что очень многие препараты для классической мезотерапии у нас на рынке не сертифицированы. А если вы при этом работаете в клинике или в салоне, то это уже, знаете ли, уголовная ответственность. Так, на минуточку. Но мы сейчас про это говорить не будем. Поэтому. Итак, мы с вами производим микроперфорацию кожи, работая микронидлингом. А вот микронидлинг нам даёт широкие возможности даже с точки зрения закона. Потому что аппараты бывают разные. Вот этот аппарат зарегистрирован как бытовой. Это бытовой аппарат. И бытовой аппарат. Да? То есть не medical device, не медицинское оборудование. И поэтому у нас широкие возможности в плане закона.